Всем привет! Сегодня у нас новости Турции. Я напоминаю, что в таких видео я рассказываю последние новостные события, которые могут быть интересны туристам из-за границы, что здесь происходит в Турции. И немножко о том, чем живет сама страна, чем интересуются люди, какие сплетни здесь у нас есть, что обсуждают люди. Если вы считаете, что такие видео очень полезны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и распространяйте это видео в соцсетях. Давайте приступим. Итак, да, Турцию наконец-то с 1 июня немножко у нас сняли с локдауна. Фактически, практически, Турция уже открыта. Что у нас здесь изменилось? Открыли ресторан. Ребята, вы не представляете, что здесь началось? С первого же дня, когда сняли ограничения. Напомню, рестораны работают там где-то до 10 вечера всего лишь. Не всю ночь. Ну, здесь такие пьянки-гулянки начались, вы себе не представляете. Все люди просто как сорвались. Все побежали в рестораны, в кафе, заняты были места, заказывали столики и так далее. То есть, люди рекой полился алкоголь, пиво. Ночные клубы даже открылись в это раннее время. И гулянки были там 6 вечера до 10. В общем, кто праздник урод, тот заранее пьян. И здесь люди отрывались, по крайней мере, в Стамбуле по полной программе. Из хорошего возвращаются потихоньку средние классы на очное образование. Школы открываются по два раза в неделю. В деревнях вообще пятидневка. Потому что там в провинциях с маленьким количеством жителей, где маленькие школы, там вообще, в принципе, пятидневка идет, очное обучение у детей. Но остальные остаются на удаленке какое-то время. В общем, там индивидуально все это решается. Для въезда в Турцию сейчас можно предоставить сертификат о вашем прививке от ковида. То есть, два раза вы должны быть привиты, когда вам выдали сертификат, что у вас есть прививка. Либо это 72 часа тест отрицательный на ковид. Либо тест о том, что вы уже переболели, и ваше количество антител, он сдается примерно что-то за неделю где-то. Теперь временные рамки, они есть все в интернете, поищите. В общем, и вот этот тест о том, что у вас уже антитела есть. То есть, несколько видов документов. Не все сразу, а один из каких-то, может быть. Также еще Хэскот продолжается работать здесь. Он нам нужен, поэтому Хэскот тоже делать. Он это теперь очень все просто в интернете. Все это сделать можно. Эта тема уже обсуждалась. Ничего в этом плане не изменилось. Отели открыты, питание открыто. Все рады счастливы открыты. Детские там сады не были открыты. Чай бахче. Луна парки даже. Какие-то развлечения. Там, не знаю, зыбла батуты для детей. Учей, карусели. Вся вот эта история тоже работает. Парки. В общем, в принципе, практически все мы живем. Так, кинотеатры только не открыли. Но, честно, мы уже два года в кинотеатры не ходим. С локдауна год назад летом их открывали. Но, честно, никто не ходил. Предприятие, кинотеатры, вся эта сфера, это огромный, конечно, банкрот. Люди смотрят сериалы в телевизоре. У нас, естественно, за время карантина, как и во всем мире, продвинулся Netflix. Каждый второй уже, о чем сплетничают турки, на Netflix мы все живем. Все сериалы, фильмы и все прочее, все оттуда идет. Поэтому кинотеатры, это эпоха кинотеатров. Она вообще, в принципе, у нас уже неизвестно, когда была. Каждого спросил, кто когда был в кинотеатре. Они у нас так и закрыты стоят. Поэтому никто не вспомнит. Казалось бы, так классно, все, открыли. Туристы, да, туристов нет. Туристам теперь из Турции может сделать много, но туристов не опускает. Потому что, главное, естественно, туристический поток у нас это была Россия. Сейчас мы говорим именно о России. Что в этом плане? Россия со своей стороны продлила... Турция старалась себя как могла, там, не будем вдаваться в подробности, какими способами, понижала статистику заражаемости. Она понизилась с 50 тысяч до 6 тысяч в стране в неделю. Ой, пардон, в день. Но Россия продлила свой запрет на въезд 21 июня. Она уже, не знаю, каким надо быть твердолобом или глупым, недалеким человеком, чтобы понимать, что дело вообще не в ковиде, а в политике. Как появляются какие-то противоречивые заявления с турецкой стороны в мировой политике, то Россия начинает давить просто вот этим закрытием полетов и продлевает. Либо там какие-то, в общем, комментарии делаются по этому поводу. Если вы следите за новостями в мире, за политикой, то вы эту последовательность прекрасно можете аналогию провести. Российская сторона закрыла до 21 июня. По моим личным ощущениям и как, что здесь говорят люди, как сплетни Турции, да, что мы здесь думаем, люди, которые работают в туризме. Все эта история будет как в прошлом году, когда весь поток уже схлынет на июнь, июль месяц. Нет, с июля начало августа, как в том году, скорее всего, будет. Отельеры. Здесь есть у нас, да, туристы из Украины. Европа тоже заезжает, потому что там активно идет вакцинация с вот этими тестами, с вакцинами. В общем, Англия, Германия поменьше, чем Украина. Едут, но сейчас заполняемость курортов, отелей и так далее, это 10%. В хорошем варианте в отелях заполнено 20-30%. Это определенные индивидуальные какие-то моменты. В основном на 10-15% заполняемость отелей, ресторанов и так далее. Для туристов круто, очень свободно, люди тебе не мешают, хороший сервис, вкусная еда. Экономическая ситуация в стране не такая хорошая. Лира просто, как говорится, пробила дно, и она сейчас 8,8 лиры, 1 доллар стоит. Это ниже, я не знаю, какого минимума, когда вообще-таки стоимость лиры такая была, лира падает. Поэтому экономическая ситуация не очень хорошая в стране. Для туристов, для иностранцев это хорошо, здесь для вас в стране все подешевело. Для жителей здесь в стране все как бы не очень. И цены, естественно, на бензин и на питание растут, потому что логистика, доставка и вся история. Продукты дорожают, услуги сферы какие-то дорожают. Но для туристов, для иностранцев, кто приезжает с валютой сюда, для них лучшие времена все гораздо дешевле. Это даже замечающе сильно по разнице рубля и лиры. Я хочу отметить, что еще в мае месяце можно было прилететь в Турцию. Оставались регулярные два рейса. Это Turkish Airlines понедельник, пятница вроде бы, да, из Внукова. Аэрофлот два рейса. На данный момент турецкие авиалинии вообще не дают никаких комментариев. Рейсы продаются. Но я вам хочу сказать, что хочется лететь сейчас с дикарями, скажем так. Это на ваш страх и риск покупка этих билетов. Даже с вызовом родственника и вариантом у меня вызова медицинским родственникам, а мы, я не покупаю ей билет, потому что по законодательству в России, которая недавно изменилась, авиакомпания вам может, например, Аэрофлот тот же, да, возвращать деньги за ваш несостоявшийся полет или вас не пустили на рейс в течение трех лет. Непонятно, каким там ваучером. В общем, денег у своих фиг, когда увидите. Рискованная, короче, авантюра. Turkish Airlines садили еще без ВНЖ, без туристического видножительства, граждан Турции. Они садили всех, но сейчас я с этим вопросом, когда звонила, уже 3-4 дня я не могу дозвониться в турецкие авиалинии. Ни с Россией, ни с Турцией, никаким образом еще ответов мне не было. Поэтому Pegasus летал в Сабиха, Стамбул. И Pegasus уже официально на своем сайте заявил, что россиян без ВНЖ либо паспорта турецкого на свои рейсы туристов не садят. А весь май они летали еще. Поэтому, скажем так, вот это продление до 21 июня, оно еще сильнее, это скрутило правила. И граждан России даже вот эти оставшиеся рейсы не берут, только ВНЖ, либо паспорты, скажем так, они вывозные для граждан турецких. Либо кто-то в Турции живет. Ну, я, например, да, могу улететь, но, например, мои родственники, которых с Турцией, скажем так, ничего кроме меня не связывают, не могут этого сделать. Хотя из Турции тоже есть рейсы. Если вы гражданин России, вы из Турции спокойно вас садят, вылетаете, проблем нет. Или кто, у кого есть российское гражданство. В общем, ищите в интернете информации, скажем так, много, все путано. Пока что ждем ближайшие, там, несколько дней для выяснения этих обстоятельств. Надеюсь, на горячие линии Turkish Airlines будут брать трубку. Ну, я когда даже связывалась на турецком уже языке по другой причине, скажем так, указала в горячей линии, что там кнопочку, да, нажала, там, приобретение билетов с турецкой стороны. Ну, в общем, как бы выйти на оператора, меня оператор сбросил, когда я просто уже по-турецки говорю, знаете, я там из гражданства российский, можно ли купить этот билет, посадят ли человека на самолет. Подождите, я вас переведу на другого оператора, и связь просто обрывается. Просто тупо сбрасывает, вот имейте в виду. Так что я бы сейчас не рекомендовала покупать билеты. Есть другие обходные пути с пересадками, и на минуточку, кто готов лететь Москва-Питер, вы можете лететь через Сербию. Там есть пересадка, посмотрите, билеты. Сербия тоже есть такой вариант. В общем, может у вас получится. Кому очень нужно, да, кто издалека, с других частей России, Сибири, Восток, Дальний там и так далее, то вам пока что лучше подождать. Вот такая история у нас по билетам, полетам, по туризму. Вообще было бы круто, классно, конечно, сейчас мы планируем поехать в отпуск, естественно, потому что мало туристов, это очень удобно. Не буду скрывать, да, и сами внутри, внутренний туризм, сами турки сейчас многие поедут отдыхать. У кого есть деньги, конечно, это, потому что, Лира, я опять напоминаю, в плачевном все это состояние финансовом страна находится. Про сплетни самой страны, о чем сейчас в новостях, да, вечером говорят. Ковид, конечно, историю очень сильно заглаживают, убирают, не знаю, как называть. Потому что очень большая шумиха была, и Турция очень опасная, и для Европы, и для всего мира по поводу заражения. Сейчас очень промоушнл идет огромный на вакцинацию, на прививки, постепенно все это идет. Сейчас, кстати, что хочу сказать, иностранцам даже без вида на жительство, без каких-то документов, если находитесь в Турции, вы тоже можете бесплатно от государства привиться любой прививкой. У нас сейчас здесь спутник, у нас здесь AstraZeneca, да, Pfizer. И китайскую, как я слышала, узнаю информацию, китайскую вакцину пока что придержали, отменили. Я не знаю почему, но вариантов, вот очень классно, и Pfizer, пожалуйста, и российская, что хотите, прививайте себя. Как получить эту прививку? Просто получить назначение, надо сходить по месту жительства, где у вас прописок в Турции. Кто-то даже здесь живет на какой-то период, у вас есть прописка, это знаете, кто квартиру снимает по этому адресу. Вам просто надо сходить к семейному доктору, обычному терапевту. Терапевт дает вот это направление на вакцинацию, адрес там, где вас могут привить. Вот, либо в частную клинику можете сходить, к терапевту, пожалуйста, и тоже вам дадут направление просто на прививку и прививаетесь. То есть это бесплатно, и даже для любого человека, который находится в Турции, по заграничному паспорту, без ВНЖ, все это делается. Потому что Турция заинтересована, как и многие страны в мире, в том, чтобы люди больше вакцинировались. Чем живет Турция и страна? Политические вопросы обсуждаются. Планируется встреча Байдена и президента Родогана. Он затравочки всякие дает, темы эти политические. Сейчас в повестке дня некая витополитика. Последние дни. И последние три недели очень активно страна следила, знаете, у нас такой а-ля сериал на Ютубе начался. Есть такой деятель, как Седат Пекер. Это мафиози. Что уж будем говорить, как есть. Который сейчас не находится в Турции. По сплетням, по слухам, он находится в Эмиратах. И он снимает видеоролики, разоблачающие на партию, на политику, на людей, которые воруют. Все, в принципе, коррупция, вся история, криминал, как это повязано. Это вор в законе. Вот так скажу, да. Это криминальный авторитет, вор в законе турецкий. Который находится не в Турции. Снимает такие разоблачающие видео. Пока что не про самого президента, а про всех министров различных. Видео долгие, по часу полтора. И вся Турция, знаете, с попкорном, с замиранием. Ждет выходных, когда там в субботу выйдет или в воскресенье этот ролик. Смотрят, обсуждают Твиттер, Телеграм. Все это очень будоражится на телевидении. Эти, скажем так, люди, которые выходят разоблачение, расследование, иногда отвечают ему. Официально в прессе. Но стараются тоже замалчивать, промалчивать, чтобы типа этого ничего вообще не происходит. Но внутри, в стране это очень активно обсуждается. Особенно в оппозиционных кругах. Людях, которые не за партию, правящую сейчас в стране. В общем, такая интересная история. И все, знаете, такое попкорн Netflix. И люди ждут, ставят, скажем так, а-ля ставки. Что, какая у него будет судьба. Что с этим человеком произойдет. Потому что это впервые, это нонсенс такой именно активный, когда какой-то человек показывает свое лицо и говорит о конкретных фактах, о разоблачениях. И, в принципе, поднимаются такие темы. Потому что очень многие боятся открывать рот, как и везде. В общем, это, скажем так, интересная тема в политических, вот этих советских кругах Турции, которая сейчас самая обсуждаемая. Во всех кулуарах и везде. Народ, конечно, разделился за тех, кто верит, кто не верит. Это обсуждают и так далее. Но тех, кто верит в это, гораздо, конечно, больше. Потому что есть определенные факты. Но тема одна из самых популярных сейчас. Вот такие у нас новости Турции сейчас. Если вы считаете, что видео было полезным, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, распространяйте в соцсетях. И пишите ваши комментарии, что вы думаете по тем новостям, которые я сегодня озвучила в видео. Спасибо за внимание. Всем пока.